Здесь на них смотреть на береговую сторону, как будто в море идем. Сегодня у нас витрило, просто офигеть какой-то. В общем грузим щебень, погрузка достаточно быстрая, тонна в час, приблизительно. То есть у нас тут шифтинг постоянный, загрузили, сейчас уже почти две тысячи, сейчас вам покажу именно весь процесс, со стороны моря все пенится, достаточно открытый район по пьердах. Поэтому раздувает хорошо, волна где-то полтора метра. В общем, я сам с двумя рациями, а там, чтобы дать связь с тем, кто сидит, управляет этой сукой. Все комиксы засыпало, крышки вот тоже видим. Заранее не позаботились, решили оставить, не учли ветер. Поэтому потом придется по окончанию поработать немножко лопатой. Также завели дополнительные концы, нам, чтобы шифтоваться вот этим концом, да, вперед против ветра, туда очень-очень тяжело едет, конец трещит. Ну а что делать? Последнюю тысячу нам придется грузить в корму, когда мы захочем в нос, соответственно, нам придется шифтоваться где-то примерно 60 метров вперед, чтобы загрузить уже вот этот последний кормовой. У нас два разных грейда, соответственно, сюда тысяча последняя будет. Вот еще дополнительный конец заведен. С бага тоже завели дополнительный продольный. С утрам обычно используют. В общем, сделали драфт сервей вот так, ну, для себя чисто. Получилась константа там 100 тонн, то есть до тега у нас константа где-то 38-40. Вот, то есть ошибка именно была в посадке. Проверили балласты, проверили все, да. Как бы ошибки и балластов нет, все вкусно. Вот, соответственно, с которыми мы пришли и сейчас уже начали откачивать. В общем, так-то так. Процесс идет. Ну, константа не так страшна, а так чисто для себя. Ну, если бы драфт сервейер был бы как-то, была бы проблема. Ну, там бы снимали, конечно, максимально сточек. Ну, когда волна 1 метр, причем даже со стороны берега, то это, конечно, жопа для драфт сервейер. Там ошибка будет минимум 5 сантиметров. Очень сложно, точно определить. Будешь среднюю выбирать. В любом случае ошибка будет. Поэтому хорошо, когда на берегу я счетчик. Вот, вторая куча сейчас закончится. Будет 2150. Останавливаем, шифтуем. Судно вперед. Следующую кучу, соответственно. Мы здесь уже можем закрывать, заметать. Как-то вот так. Вот человек, который не сидит, с которым мы связь на рации держим. Я ему говорю, метр вперед, метр назад. Вот еще фигово эти элеваторы, они только вот двигаются вперед-назад. В нормальных, современных портах. Они могут и вправо, и влево уходить. А там цилинг не на 50, а на 60 метров. Минимум шифтинга. Стоим на месте, грузимся спокойно. Вот так. Ну, здесь такая система. И в Норвегии полно таких грузовых причалов. Никуда от этого не деться. Помимо этого, судовладелец, капитан, торопит. Быстро, быстро, быстро. Ну, блин, шифтинга быстро не получается. В любом случае, будут задержки. В данном случае тут еще из-за погоды. Еще больше времени занимает. Плюс подметания вот эти все. Короче, давно мы в такую погоду не попадали именно у причала. То есть, судно на нас сегодня загрузилось. Отлично, погода была идеальная. Мы только встали, и все. Ну, предугадать сложно. Ладно, всем пока, ребят. Продолжение следует...